Всем хорошего субботнего утра. Может, у кого-то уже день. У меня 9 часов утра. Суббота. Прекрасный денёк. И я вышла на субботнюю пробежку. Прогулку по выходным дням. Всё-таки делаю свой небольшой ЗОЖ. То я сейчас иду на такую быструю, быструю. То я сейчас иду на быструю свою практически пробежку. У меня сегодня маршрут. Я выбрала в одну сторону. У меня 2 километра. 2 километра быстрым шагом я иду в одну сторону. И потом этим же маршрутом я возвращаюсь. Иду обратно тоже 2 километра. В итоге у меня получается 4 километра. Вот в этот выходной я прибавила себе километраж. И поэтому я пойду. А прибавила я себе мухи, мухи, комары. А прибавила я себе, потому что тело моё уже немножко требует больше физической нагрузки, больше проходить. И раз у меня такое ощущение, то я, значит, буду идти. Пока у меня просит душа, я буду ходить. Всем вам, мои подруги, мои подписчицы, мои новые девчонки, которые сейчас со мной стали переписываться, новенькие. Вам отдельный привет, девчата. Я рада знакомству. Спасибо, что вы пишете. Мы будем общаться. Я просто хочу порекомендовать, так сказать, совет от бабушки, совет от пенсионерки. Если есть у вас возможность в выходной день проснуться, выпить чашечку кофе или чая, или просто лимонной водички с мёдом, или, как я, проснулась, выпила стаканчик соды. Через 15-20 минут я заглотила ложечку забруса, взяла в рот, рассосала. И я сейчас пошла на прогулку. Я затрачу какое-то небольшое количество времени, но я просто пройдусь хорошим шагом. Здесь есть специальная тропа, идёт рядом трасса, машины бегут. И вот этот лесок, в котором я сейчас нахожусь. Вот, я вышла на тропу. Вот такая вот маленькая тропа. она когда-то была асфальтированная. Машины едут. Лес, смотрите. Лес прекрасный, красивый. И гулять очень хорошо. Да, что я вам хотела сказать. Совет от бабушки. Совет от бабушки. Если есть возможность, это я своим, своим девочкам, которые в прекрасном возрасте, в прекрасном, в таком же возрасте, как вот я сейчас. Может, подружки, кто постарше, но всё равно, в прекрасном возрасте. Прекрасный возраст, это когда у нас с вами выросли дети, когда дети наши состоялись, у них есть семьи. И вы сейчас можете уже какую-то часть времени позволить себе, ну, больше уделять. Вот, поэтому, если есть возможность, хотя бы, вот, ну, не знаю, ну, не каждый день, но по выходным можно ходить. У меня не получается, не получается среди недели, потому что у меня очень такой напряжённый график. Вот. И мне, и мне утром это неудобно. Я утром просыпаюсь и собираюсь на работу, и всё, убегаю на работу. А вот когда наступают выходные, если хорошая погода, и если есть прикольное, хорошее настроение, вот как сейчас у меня, то можно встать, подняться, улыбнуться, как я сейчас улыбаюсь вам, и просто выйти на улицу. Если нет, если нет у кого-то таких вот лесов, как у меня здесь, сходите в парк. Если нет поблизости парка, просто пройдитесь по своему городу, по ближайшим улицам, ну, чтобы у вас был какой-то темп в движении. Вот я сейчас с вами разговариваю, иду не так быстро, потому что я общаюсь и смотрю на вас. Ну, сейчас я уже выйду скоро из леса, там начнутся поля, поля, я вам покажу. Ну, во всяком случае, то, что я просто сейчас иду, я даже двигаюсь, я не лежу на кровати, я не сплю там до 12, до 11 дня, хотя я люблю поваляться в постели. Вот. В общем, если коротко, деревья, если коротко, девчонки, двигаемся, двигаемся по возможности, потому что наши косточки, наши косточки все равно, они у нас тоже, извините, стареют, костенеют. Мы, как бы, мы не хорохорились, мы не молодеем, но за собой, по возможности, мы ухаживаем. Мы ухаживаем. Легкий крем, немножко макияжа, покрасить волосы, как я. Машины идут. подкрасить бровки, немножечко теней, легкая помада, чуть-чуть румян или пудры, и все, и все. даже в таком виде, вроде бы, на пробежку бежать, мы должны все равно рисовать себе личико. Все равно должны. Потому что, если мы личико не нарисуем, ну, вы же знаете, когда вы утром просыпаетесь, с постели, заходите в ванну и видите себя в зеркало, как я себя. Я вижу себя в зеркало и говорю, боже, 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 и тут же я все это отметаю, я говорю, господи, это красавица. Эта красавица смотрит сейчас на меня в зеркало. Надо срочно, срочно красавицу подправить. Начинаем себя подправлять. Вот. И мы все равно превращаемся в хороших, элегантных дам. Я выхожу из леса. Сейчас начнутся поля. Я вам кусочек покажу и пойду дальше, отключу камеру и пойду дальше, потому что разговаривать, снимать, разговаривать идти очень быстро это неудобно. Просто мне нужно так пройти, чтобы у меня вспотело все, чтобы у меня костюмчик мой прилип к моей пышной груди. Все, двигаемся дальше. Ну вот, начинаются вот такие просторы. Я иду вот по этой дороге. Справа от меня тоже красота неописуемая. Иду. Идти, конечно, немножко неприятно, потому что машины идут. Но дорога здесь только такая. Мне нужно небольшой кусочек, отрезок этой дороги пройти и все. И дальше будет уже лучше. Все, вот это вот поле было одуванчиков. Небо, настроение, там солнышко светит. Ну все, девчули, я сейчас набираю темп, пойду очень быстрым шагом, очень быстрым. Уже практически чуть-чуть такой беговой, потому что хочется пройти. Тело мое бросит немножко увеличить темп. Я отключаю камеру, и я когда пройду два километра, мы с вами увидимся. Все, у меня пошел старт. Ну вот, я прошла ровно два километра. Пардон, что-то мне в глаз попадает. Какая-то муха. Я извиняюсь. Я прошла ровно два километра. Прошла быстрым таким шагом, хорошим темпом. Тело мое прям вспотело, я хочу сказать. Я даже сняла вот эту спортивную кофту. Сейчас я немножко отдохну, погуляю в парке. Я пришла в один парк, погуляю, просто посижу, отдохну, минут так 10-15 и обратно я тоже пойду. Этот же маршрут у меня два километра. Я пойду обратно. В итоге у меня получилось 4 километра. Неплохо, неплохо. Значит так, девчули мои, кто со мной в теме, кто не может похудеть так, как я не могу похудеть, хотя я придерживаюсь, я не ем после 6, я стараюсь меньше есть сладкого, но все равно согласитесь, и со мной многие согласятся, то, что когда мы ушли в этот прекрасный возраст, когда у нас наступали, наступило перестраивание организма, когда у нас уже там кое-что уже остановилось, не происходит с нами, так, знаете, как каждый месяц у многих женщин, вот, когда наши гормоны, которые нам нужны, которые нам помогали для похудения, мухи вообще пипец летают, вообще сказать ничего не дают, когда наши гормоны, которые раньше у нас функционировали, работали и помогали нам даже при малейшем каком-то похудении, похудении, да, это работало, и мы как-то немножко менялись, вот, лично я на своем опыте, я хочу сказать, мне это дается тяжело, очень тяжело, я уже так, вроде бы, за собой пытаюсь следить, чтобы там, не разожраться, ну, вечером я не ем, я не ем вечером ни булок, ни хлеба, вчера я вечером до 6 я съела кусочек рыбы, съела 3 кусочка огурчика и выпила чай, все, вот, на этом у меня был ужин, до 6, сегодня уже время, вот, сейчас уже 10 утра доходит, я еще не завтракала, сейчас приду и как-то, ну, плотно позавтракаю, вот, мне тяжело дается, хоть некоторые, я еще раз повторюсь, некоторые подружки мои, более молодые, которым по 40 лет, а то и некоторым нет 40 лет, я уже много раз говорила, они просто, ну, хотят помочь, советами, и они говорят, ой, нет, Татьяна, вот, выстроите там свой план питания, сбалансированный там, и то-то, то-то, и вы быстро похудеете, нет, мои дорогие, не похудеете, если, если что-то здесь такое вот держится внутри, нет, худеет, я хочу сказать, худеют люди, худеют, и в 60 лет, и в 70, такие есть тройняшки, но не все, не все, вот у меня вот что-то вот стоит стопором таким, какая-то пробка у меня стоит внутри, держится, что вот, ну, одно хочу сказать, спасибо, какие-то вот, я снимаю видео, некоторые прям как в зоопарке на меня стоят смотрят, прям, не знаю, хоть бы деньги за это платили, одно хочу сказать, что, хочу сказать, что, спасибо, спасибо, что меня не прет так, что я вообще уже квадратная, и это я, свои 57 лет, я даже могу, не знаю, похвастаться, для меня сейчас, это нормальный, ну, нормальный такое, ну, телосложение, я так считаю, но, есть, есть полнота, и вот мы с этим как-то боремся, и пытаемся бороться, все, я сейчас одену, что-то этот ветерок дует, я сейчас одену, то я такая, знаете, немножко влажное тело у меня, я сейчас одену опять свою ковтейку, 10 минут отдыхаю, и я двигаюсь назад, потому что у меня еще впереди 2 километра, и так, всем хорошей субботы, всем хорошей субботы, хорошего настроения, здоровья, общайтесь, звоните родителям своим, позвоните родителям, если у кого они есть, позвоните мамам, папам, братьям, сестрам, у меня вот нет никого, я бы рада позвонить, но нет никого, я позвоню потом своим дочерям, все, увидимся, увидимся, я рада новеньким девчонкам общению, мальчишкам, если кто-то у меня там есть, пишите, пишите хорошие, добрые комментарии, не будем писать злых, не будем стебаться, подкусывать друг друга, потому что, все, что мы пишем плохое, нам это все рикошетом будет потом впитываться обратно в нас, так что мы давайте будем добрее, все, все, пока-пока, я вас всех люблю, все целую.